У нас пополнение! Ребята, всем привет! Мы едем снова на дачу, уже второй влог подряд на моем канале с дачи. Вот, но этот влог будет совсем-совсем другой, потому что во-первых, с нами Вива, во-вторых, мы едем на другую дачу к нашим родителям, и мы еще остаемся там на ночь. Вообще туса! А я на две. Да, с ума сойти, я в шоке с тебя. А че ты так решила? Ну, потому что завтра же у нас тусня, приезжает семья Оске, и я не могу как-то с тобой поехать, поэтому я поеду обратно с родителями, а они поедут вечером в понедельник. Ночью я даже так сказала. Вот! Вообще, это и послужило тому, что я туда еду, то, что моя мама позвала семью Оске тусить на 8 марта все вместе, и я сказала, Юля, Юль, погнали, если я еду, ты тоже должна. Да, и она вот едет, очень круто, потому что я как бы день с ней, а потом она уедет, и я как бы буду с родными, так сказать. Карина вытащила меня, я вытащила Виву, такая вот цепочка. Я говорю, Виву, поехали, там будет Лютик, Анка, Лютик! Конечно, Виву не хотела, я сегодня еле подняла ее опять. Вообще, так сложно поднимать этого ребенка. Кстати, пока не забыла, скажу. Не вырезай. Короче, мне все писали под предыдущим влогом, что я типа похудела, такая худенькая, но, ребята, конечно, я похудела, да, я сейчас вешу не 59, а 55, но я хотела сказать, что я сравнила себя с предыдущим влогом, подумала, почему же это так все пишет, неужели была такая жирная? Просто дело в одежде, потому что в предыдущем влоге я была такая вся в джинсах, в чем еще? Ну, короче, в одолазке черной, в облегающей одежде, а там я была в костюме огромной, мне кажется, нет, я думаю, что там в основном комментарии были именно про лицо, я тоже так думала, но лицо не изменилось, мне кажется, изменилось, вот если ты посмотришь предыдущий влог, я там капец какая толстая, но не за счет того, что я реально толстая, а за счет того, что у меня капец какой объемный костюм, который из меня делает просто огромную женщину. Вот, так что спасибо, мне очень приятно, комплименты, это всегда здорово, мне причем и родные, знакомые, с кем я вижусь в реальной жизни, делают комплименты, что я похудела, это очень приятно. Прикольно. Ну, я думаю, что всегда, когда тебе говорят, что о, ты похудела, тебя это еще больше вдохновляет, еще больше мотивирует, поэтому здорово, что вы добрые. Спасибо. Как думаешь, ее не слышны в камере? Слышны, я думаю, конечно. Собаки всегда в машине делают, моя собака тоже так не может весной делать. Да. Ну, и может какое-то время так не делать, если она лежит, отдыхает, но в целом они же так дышат, вроде как, потому что им жарко, или что-то другое, или наоборот, а, у них на языке, знаешь, что, у них на языке есть какие-то штучки, и они, типа, так дышат, потому что через язык они, как бы, охлаждают свое тело, что-то такое, я слышала, что, типа, тут не то, что она задыхается, вот так вот, а то, что якобы у них какие-то штучки на языке, не помню, как называется, я ее язык съем сейчас, а я вообще ее давно все съела. Вчера у моего брата Саши была днюшка, ему 8 лет было, пипец. Мы пошли домой к моей маме, по-натоделам, отметили. Сначала они отмечали в детском клубе с детьми, потом мы в гости пришли к ним. Вот. Потом мы со Славой вернулись домой, я вырубилась где-то в 12 с чем-то в час, вообще с ума сошла. Потом просыпаюсь такая в 3, понимаю, что, во-первых, у меня ни будильник не стоит, ни камера на зарядке не стоит, вообще, думаю, пипец. А ты потом еще долго не могла уснуть? Да, мы фильм посмотрели. Мы посмотрели фильм, а потом где-то минут 40 я пыталась уснуть. Сейчас чихну. Давай. Здорово. Спасибо. Вот, а еще у меня аллергия походу началась, уже, наверное, недели-полторы как. Да. Я пока ничего не пью, но постоянно чихаю. Это точно не то, что я заболела, я абсолютно здорово, просто постоянно чихаю, и я прям чувствую, что вот именно с носом у меня. А я, кстати, болею, но уже, мне кажется, сегодня не болею. Болеть отстой. Я заболела в день, когда мне удалили зубов мудрости, поэтому, возможно, это даже была не болезнь. Мне писали в директ очень много людей разные случаи свои, как они переносили удаление зубов мудрости. И многие пишут, что, типа, все было ок, а многие пишут, что я чуть не умерла в этот день, было так плохо, я просто не знала, куда деться. То есть у всех по-разному организм реагирует на это. Мне повезло. У меня вообще все идеально прошло, уже третьи сутки пошли, и у меня все вот так. Единственное, что я заболела, возможно, как бы я не заболела, а просто... Может, типа, иммунитет такой ослабленный, как бы... Ну, если ты не чувствуешь сильной слабости... Не, вообще, сейчас идеально вообще. Это может быть реальная реакция организма. Не знаю, мне тут давно вообще вырывали зубы мудрости, и я помню, что у меня вообще все окей было. Ну, я, правда, дома лежала в кровати, но я не помню, что у меня боли какие-то были. Вот на моей памяти я вообще спокойно это переносила. Причем мне четыре раза приходилось приходить вырывать зубы. Я вообще в шоке. Ты первый человек, которого я знаю, кому за один раз два зуба вырвали. В первый раз ты имеешь в виду? Ну, просто. Не, Маши вырывали. Гоши вырывали по одному, Слави вырывали по одному. Мне очень повезло. Мне прачи сказал, давайте два удаля. Я такая, ура! Прикольно. Мы типа хорошо росли. Может быть, потому что у меня они вообще вот так вот росли. Не вот так вот, а вот так вот, типа на бок. У меня вообще некоторые зубы раскалывали, чтобы достать их по частям. Потому что невозможно было. Ты забрала себе потом зубы? Конечно ты. Нет, зачем они мне? А мне так весело. Ты что, я забрала? Ты что, не помнишь, что я даже рисовала на листочке, ножке, ручке, ручке, тельце и зуб ставила? Типа это голова у человечка. Я им даже имя давала. Я помню, одного Тоби звали. А ты если не выкладывала фотографии? Выкладывала! Но я не помню уже, где они. Ну, где-то были. У меня даже влоги были с ними. Я показывала своих зубиков. Они такие милые. Помню, так ругалась на Славу, что он зубы не забрал. Он когда домой пришел после зубного, я говорю, где зубы? Где зуб? Он говорит, что? И вырвали. Я говорю, ну где? Тебе его дали? Ты его забрал? Нет, зачем? Я говорю, ты что? С ума сожжал! А я же все зубики храню. Ивочкины все зубики храню. Не, я хранить, наверное, их не буду. Я просто их взяла полюбоваться. Мне интересно, как устроены зубы. Но я поэтому и брала. Мне тоже интересно было. Но я их выкинаю домой скоро. Еще полюбуюсь, немного. Не знаю, мои до сих пор, кстати, дома где-то. Я не выкидывала. Но больше всего я угораю с того, что я Виви на зубы собирала. Это я бы тоже собирала. Это так мило. У меня есть папочка, там, где ее зубики маленькие лежат. Они просто такие маленькие, как будто бы, знаете, крошки от, не знаю, булочки. Это очень смешно. Пиво? Нет, это я. Бутылочку пинаю. Моя мурочка. ей мало воздуха, вот так можно сделать. Теперь, чтобы она не улетела и не простудилась. Она прикалывается. Она просто прикалдестная собачка. Думаю, маленькие. У нее такие маленькие, миленькие зубики, я так и не люблю. Теперь ребенка мне не простудить. Я просто воздух запускаю ей. Она не хочет. Она вернется. Она занется. Ненавижу M-Band. Тебе нравится M-Band? Нет. Почему? Как они могут не нравиться? Это что-то типа, знаешь, ранеток только нашего времени. Такая же странненькая группа. Ну, ты же когда была маленькая слушала ранеток. Да, но сейчас же слушают M-Band. Или слушали вот два года назад, не знаю, ранетки. Даже сейчас иногда послушать могу песни, ну, типа, остальные я сидела. Но раньше прям фанатела. Но не ходила на концерт, просто смотрела ранетки, и они меня всегда бесили. Потому что они были не очень, ну, они не нравились мне, короче, и мне не нравилась их игра и сюжетные линии. Но я смотрела, потому что эти ранетки же прикольные. Ну, это как сериал для нас детей. Да, да. Все равно. Ну, да. Вот, не знаю, что-то вот прям так странно осознавать, что типа, Слава мог быть в M-Band, но я так ненавижу M-Band. Я думаю, ты бы любила M-Band, если бы он был в M-Band. Не знаю. Я же не за людей ненавижу M-Band. Хотя, может, просто мне не нравится. Вот нет той энергетики, которую я хочу. Это просто не твоя музыка. Ну, музыка-то не моя, понятно, но меня вот что-то прям бесит. Прям бесит. Мне пофиг на них. Я не слушаю, там не то, что я сижу и просто негатив пустой вливаю. Нет, ну, мне прям вообще не нравится. И я просто дико угоряюсь с того, что реально я бы офигела, конечно. Я знаю точно, что если бы Слава был в M-Band, мы бы с ним не встречались и я бы так же ненавидела M-Band. Потому что вы бы с ним не встретились, потому что он бы не снимал клип на своей песне. Ты это имеешь? Ну, конечно. А может быть, он все равно бы послал в какой-то клип сниматься? Ну, какой, если он в M-Band? В M-Band. Не все снимают. Да ты че? А у них там другой продакшн, да? Не, я думаю, что вообще все так, как должно быть. Тем более, вот этот M-Band тоже. Где они сейчас? Вообще, кому они нужны? Вроде что-то делают. Не. Вообще не слышно. Объясни, почему мог бы быть в M-Band? Если вы не знаете, у Славы участвовал в Хачок-Вилат, и там как раз формировалась группа благодаря этому проекту. Он был в полуфинале, да? Нет, он дошел до гранд-финала. Осталось две группы и типа выбрали одну группу M-Band, а другая типа... М. Ну, на самом деле, ну, во-первых, там все понятно было. Это даже, знаешь, я не знаю, зрители, насколько он там слепой должен быть, чтобы не понять, что там, я считаю, куплено было. И плюс ко всему, так интересно, получается, та группа, в которой был Слава, там получается, Слава одного роста, потом там, по-моему, Маркус вообще другого роста. Но суть в том, что они все абсолютно разные. Это вообще не похоже на группу ни разу. И стоит группа, которая стала M-Band, где они все плюс-минус одного роста, все темно-волосенькие, такие, ну, типа, знаешь, тут и так было понятно. Роль играют, имидж и вид группы, то есть, чтобы все было гармонично. Вообще, когда группы формируются естественным путем, такое может быть. Но если, например, это какое-то шоу, как, например, Британия, Таланты Британии, где было сформировано One Direction, посмотри на One Direction, они все, ну, разные, но они одного тоже роста, одной комплекции, там, и все такое, поэтому... Цвет волос еще пофиг, но тут, мне кажется, очень большую роль играет именно рост, потому что вы же стоите вместе. BTS с тобой бы согласились, мне кажется, они там все одинаковые. вообще, поэтому их так взяли. Ну, я думаю, что это важно. Для группы, для группы, которую выбирают и делают ее популярной, да, но если ты, не знаю, какой-нибудь обычный бенд, который стал случайно популярным, как Queen, например, даже они стали, они там все очень разные. Ну, да, ну, там, считай, половина сидит, там барабаны, это самое, другие, играть, ну, то есть, по сути, тут не так важно, когда вы все вчетвером прыгаете на сцене и поете. Интересно, что, какую музыку Вива любит? Она обожает Лену Гомес. Кстати, Вивене купила вот такую тарелку. Миску. Миску, да. А Вивку купила я? Нет. Ну, видите, тут хоп. Надо Лютику такую. Хоп. Давай я украду у тебя. Не-не-не-не-не-не-не-не. Лютику возьму. Лютик путешествует часто. А я тебе уже сказала, где взять такую. Ладно, если я там буду раньше тебя, я возьму Лютику. Блин, долго стояли и закрыли там этот переезд для электричек. Стояли долго, сейчас опять стоим. Ну, мы знали, на что идем. В принципе, пофиг, болтаем, музыку слушаем, снимаем блог. Ну, да. Ну, вот, вроде там дальше должно быть получше. Могу посмотреть новости, обсудим что-нибудь. Давай. Сережа халус себе белые волосы сделал. Настя, которая анастасиста, нарастила волосы и стала похожа на тебя. Думаешь, я смотрела, мне вообще кажется, что не удержанно похоже. Ну, если лицо вот так закрыть. Ну, понятно, если волосами, то да. Так, мы уже приехали, только наши родители не на даче. Мы купили мамам цветочки. Вот, заехали в магазин продуктовый, взяли всяких вкусняшек. Думаю, маленький сейчас Карина нам ворота откроет. Сегодня я буду тусоваться у Карины и мои родичи тоже. Ну, они будут спать у нас в доме. Он там находится, подальше. Вот, видите, кирпичный красный, который мы строим, как, бля. Холодно на даче, да? Никаких. 12 градусов и солнце. Кто нам обещал такие погоды? Тупые синоптики, видимо, обшиблись. Балбеси. Это мы так шутим, синоптики не тупые. Сейчас мы сначала так погуляем, посмотрим вообще местность. Вива ла вива, вива Виктория, Клеопатра. Вива ла вива, вива Вивена, Афродита. Ну, все, пойдемте. Если честно, не хочется заходить в дом в первый раз без мамы. Может, дождемся их? Хм, мы можем. Ну, так. Лютик, наверное, там весь извелся, заинка мой. Ты куда пошла? Фу. Какая грязь. Ну, это я уже видела. Ну, да. Они тут застеклять, да, будут? Да, вроде как-то в планах будет такое. Блин, что-то холодно вообще. Ай, извелся весь, извелся. у нас гости, мости, поэтому здесь кола, мола. нефига, да, нормально. Чего, Зая? Лютик, привет! Зая, гуляй с Лютиком, гуляй с Лютиком. Кто тебя там сигналит? Думаешь, твои? А, открой, ты, наверное, забрала ключ, да? Нет, я там его оставила. Лютик, где мой Лютик? Бежит, наверх. Лютик! Привет! Привет! Привет, мои углы с Лютиком. Смотри, как он сидит. Лютик, привет! Очень приятно целоваться. Подожди, сначала с Лютиком, это святое, да. Как будто два дня не было. Теперь с Юлечкой добро пожаловать в наши хоромы. Спасибо. Ливочка, дотенька. Какая красивая. Папочка, видишь, уже без костылей ходит. Не больно, что ли? Болит мышца. Привет! Ей, фига. Это моя комната, Кариночка, кстати. В романтической я вам здесь обстановочку эту сдаю. Ой, я не могу подняла, я не буду, у тебя есть такая же. Слушайте, у вас одинаковые вау. Вау. А что, свет, можно? Можно. Как... милая, Вивочка. Вивочка, на ночь вот так вот закройте. Класс. Вот это да. Да, я моя. Круто, Это моя комната получается? Прикольно. Шкафы купе будут 16-го. Все заказали 4 штуки, но видите, вы рановато приехали. Вот здесь еще один штаб будет. Вот моя комната. Пожалуйста, Людик, и Вивочка сюда тоже может зайти. А свет, вау, свечи, аккуратно. Ну давай, давай. Какая же. Быстрее, такая же. Помогай, быстрее, быстрее. Ну, вот так вот. Свет, Юрочка. Это ваша с папой комната. Вот она. Видишь, с папой вот красотища. Ой, кстати, твое свадебное платье. Давай всем покажу. Я, например, даже альбом свадебный взяла, будем смотреть. Это мама и папа. А красиво. Смотрите, какие красивые. Сейчас у нас слезай по лестнице, чего? Слезай, покажи, Вивочке, как надо слезать. Покажи, Давай, давай, давай. Трусишка, быстрей. Все, все, давайте дальше. Ну, это скромненькая комната. Это братишкинская комната. Все прикольные такие, с стенкой какой-то интересной. Ну да, здесь шкаф-купе. Хорошо выглядит на самом деле. До конца, заглумульки. Молодцы. Все родители делали, выбирали, дизайн. Дизайн. Вот это моя солевая кладбель, немалайская. Сейчас, милочку. Концепция, да? Ну, а у меня камера, пап. Да, кошечка. Нажми, пожалуйста, что на ней закрывается. Машинка, красивая. Будет красивая. Красивая, когда открыт. Или банька, да? Да, да, сейчас подожди, подожди, когда она до полу дойдет, будет красивая. Можешь показать? Дачный репортаж. Ты все-таки взяла эту куртку. Мы идем. Наконец-то моя мама доехала до дачи. Она выехала позже нас и еще по дороге заезжала там куда-то. Короте. Мы идем поздравлять мою маму. Только что Карина поздравляла свою, несмотря на то, что 8 марта завтра. Ну, цветы умрут просто в машине. надо подарить, чтобы поставить, а то как бы, ну, не просто. Так что вот, такие цветочки. Вот, мы с Вивой идем. Вива сейчас увидит бабушку, вчера она тоже едет. Подожди, а Виве ты подарок купила на международный женский день? Виве завтра. Что ты ей купила? Подарок домой вернулась. Вот. Ой, дошли уже. Еще я бы хотела глянуть наши апартаменты, которые строились все это время, хоть еще не до конца все готово, и там еще дофига работы, но... Будешь это снимать? Да. А когда ты последний раз была на даче? Когда и ты. Да ладно, летом? Ну, давно. Ты после меня не была? Снимай. Да. Снимай. Привет. Ну, надо, давай, дотащим. Спарай. Раз мы не рядом, мы можем поприветствовать. С праздником. Спасибо. Здравствуйте. Вас тоже спрали? А что это вы одна? А, помочка приедет чуть попозже, у меня дела. А, мелкий? А, мелкий там. Ага. Вот. Так что, мы тут все. В курсе будет? Нет, не. Сейчас не будет, потому что, у меня ключа нет, а от бани, она только у папочки. Вот, поэтому мы только так сейчас попозже. Саня, с прошедшим тебя. Садово, 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 как ты отметил, расскажи. Понравилось все? Тортик покушал? Вкусно было? Что мне? Я не знаю. Я такого не знаю. В смысле? Ой, детка, между нами, по-папу, с деменами. Я не холодок. Как пишется, Мэвел? Мэвел. Да не надо. Мэвел. Помогат? Нет, нет, мы двоим справимся. другая вот есть. Стол убирай. А что валяется на полу? Косточка. Берем их сейчас. Полундра. Это что? Это из Казахстана. Такой салатик. Очень остренький. Как раз прям с твоей родины. Да. Мама шуршат. Мама шуршат. Между прочим, вот завтра 8 марта. И 8 марта я пошла смотреть этот дом. Да. На Филевской улице, да, где-то забыла, я по-моему. Это офис был. Мы с Аркадием пошли 8 посмотреть дом. Ну что сбывается? Вот завтра 8 будет. У меня не только дом уже из Москвы перевезен. Я уже сделала здесь ремонт. Класс. Подписывайтесь на мой канал. У меня все строительство от начала до конца там есть. Кариночка мне не пиарит. так хоть Юличка. Все. Ну не, дайте это вставлять. Я не отдаю. Да ладно, ладно. Да что, мне сложно что-ли ставить? Не, ну Кариночка тоже она обещала мне сейчас. Мама, ты вообще слава, что я тебе пиарю, а? Да пиаришь, моя дорогая. Рум-сур я же еще буду снимать, когда у нас все готово. Вивочка-попрошайка. А мой Лютик знаете где? Вот он, Зойка. Ты, маленький мальчик. У меня такой дача-стайл, потому что холодно, я просто надела на себя все, что нашла. Кофточка, свитерочек. Выключаю свет, показываю вам Санька. Санек, маленькое интервью. Самая твоя любимая песня на данный момент? Какая? Холодок. Холодок? Можешь спеть ее? Давай вместе. Вообще-то все мои любимые песни это Мэбл. А. Его все любимые. Реально классные? Давай. Эдитка между нами. Давай поем. Ну не только это. Ну давай споем эту. Справируй. Ну я знаю только холодок. Давай. Эдитка между нами. Ха-ха-ха-ха. Давай. А мы пьяные и счастливые. Как будто по шестнадцать. Закружились танцы и лезем целоваться. А дальше я забыла. Я тоже. Ха-ха. А вот потому что? Так это я только что потому что? А, а холодок. Нет. Эдитка между нами. Ха-ха-ха-ха-ха. Эдитка между нами. Ха-ха-ха-ха. 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 Молодец. А что играешь? Проблокс. Прикольно. Пора рекламировать эту игру зрителям Юле. А ее почти все видеоблогеры снимают. Ммм. Поэтому скачивайте. Ссылка в описании. Ну ладно, играй. Молодец. Мы там покушаем. Хочешь кушать? Ага, окей. А вот Вива. Кушать просит, как всегда. Сейчас что-нибудь классное включим. А вот монетизация не выключила? Не. Вот это моя любимая песня. Моя еда, мое вино. Моя еда, мое вино. Я уже столько все съела. Я сегодня съела. Ну я на словах, конечно, съела. Не, не только на словах. Давай так. Ну ладно, ладно. Вот сколько она съела. Нет, я хочу все съела. Я съела вот такой такой сок. Потом я съела сегодня два, скажешь, стерейка. Но они были где-то вот такие по размеру. Вот так. Вот это. Два такие. Что еще? Я съела где-то два пуска шишлыка. Так. Я, конечно, на словах их съела. Блин, это лучшая фраза просто. Виве нравится. Вива ставит лайк этой жизни. Мам, тебе не стыдно? Лютик там спит, а ты с Вивой тусишь. Покажи. Покажи. Это такое чудо чудесное, ну. После Лютика ты номер два. А как же... Номер один, для мамочки номер один. Нет, Лютик лучше. Подеремся. Не, ну Вива это чудо, да. Вива чудо вообще. Она самая тоже красивенькая. Мы пытаемся сделать классный свет, чтобы сделать фотку девичью. Отсюда вытащили свет? Лампу. Чтобы вкрутить ее в другое место. А че я не поняла? Вот это да. Знаете что, так начинаются все вписки. А как вы думаете фотографии делать? У нас дочки, мы еще, впрочем, блогеры. А свет не надо выключить? Да не. Нормально, моя тема. Да нет, она вообще не опасна. Пошла? Есть кантал. Мне страшно. Там будет свет. Раз, два, три. Да не, нормально. Ты говоришь, Гизя, а мне пох-пох. Вот вам свет. Ура. А мне это не поможет. За это у меня? Надо еще какой-то свет. Да достаточно, на вспышку фотос и вообще кайф. Вот фото. Вифчик, пошли гулять. Пойдем? Мы так хорошо на улице с тобой сидим. Мама, в свитере, мамином. Да мама тебя свитер связала. Вот Лютик. Давай, давай, иди сюда. Иди, мама тебя спустит. Давай, давай. Давай, давай. Мы пришли смотреть на баню нашу, которая строится. Которая как дом вообще-то, а не баня ни разу. У нас с понедельника заезжают рабочие уже парилку обивать. Да. Так, первый этаж это чисто парилка, гостиная с кухней, да? Туалет, ванна. Да, а на втором этаже чисто спальня. Ну все, это звук приглашения, знак. Так, мы идем. Я здесь после уже каких-то работ впервые. Нифига тут так тепло. Конечно же, я так не могу спать здесь. Остаемся. Ну вот. Сейчас будет обиваться второй этаж. Там будет второй этаж, вот где эти палки. Видите? Тут рабочие будут спать. Доски. Ну рассказывай. Ну что рассказывай. Вот уже тут, видишь, плитка. Вот парилка тут будет. Дай-ка я посмотрю по размерам. Это наша печка, да? Угу. Угу, угу. А все. Так. И вот тут вот будут эти штуки, да, где сидеть? Да, вот эти. Они прям по всей стенке, вот этой по двум стенкам? Ага, ну прикольно, да, тут много места, в принципе. Да, тут много места. У нас уже кровати будут для рабочих. А здесь большая душевая? Ну вот здесь будет уголком стекло такое, которое будет открываться в разные стенки, а тут заходить отсюда 95 сантиметров. А вот уже ведро. А тут ведро такое же какое-то. Которое будет, да, эти. Угу, он камень какой-нибудь есть. Слушай, а всю красоту закрыли. Ну закрыли. Да, нет никакой красоты. Будут, ну вот, наверху все делать, поэтому все закрыто пока. А где вас сейчас? Там все закрыли, там у нас сапог мишки. Видишь, что они здесь злота боятся, руки делают. Все сделали. Да. Видишь, уже кровати там будут стоять. Зато как пахнет вкусно, да? Деревом. Деревом. Где кухня, там будет? Вот, да, для кухни. Видишь, что выглядит там. Ага, угу. Там, где стоит Вова, там лестница наверх. А, то есть, тут второй этаж? Да. Вот это второй этаж? Да. А зачем все убрали все палки? Так, ну, как, все же прочистить, протравить надо, ну, покрасить. Конечно, жалко, я пол не вижу. Да, пол очень красивый у нас, бесподобный. Да, но он просто, видишь... А они тут такие розовые, а что они такие розовые тут? А, как это было бы назвать? Огнепил, да? Это протравлено огнепилом. Вот, на это же все пойдет вагонка. А сюда, здесь вообще у нас плитка будет из камня, да, из натурального? А тут что, розовый? Здесь будет везде натуральный камень. Ну, чтобы дерево, температура будет высокая, чтобы дерево не прело, его протравливают. А все... Только вставь это видео. Прощание, прости. Прости, пожалуйста. А все уже. Что все? Все уже, все. Что все? А надо было раньше просить. Так я же сразу извиню. А все уже. Что? Ага, все. Ты что, издеваешься, не понимаю? Чтобы они видели, чтобы они знали, над чем мы угораем. Ай, тихо, Вилена. А все? А все. Ладно, было раньше, что? Ладно, пошли. Сколько у вас стоит? Ива, тебе здесь нравится? Это твой будущий дом. Ничего не понимала. Это баня, будущий дом там строит. Ну, да, но здесь будет тоже уютненько. А где ваш бассейн? Ну, сейчас убирают сюда. Я бы вот сюда круглый поставила бассейн, чтобы с баней выгодить, а в ней пройдет. Вон, посмотри, что снег лежит. Да, что он тут лежит? Давай его уберем. Что отсюда? А все. А я не уйду отсюда. Раньше думали. Так, вечеринка уже закончилась. Лапы помыты. Короче говоря, мы уже насиделись на улице, подышали свежим воздухом. Моя мама пошла к нам в дом спать. Дело в том, что у нас там сейчас стоит три дома. Один недостроенный, который большой, кирпичный. Другой, который старый, большой, двухэтажный. И другой маленький. Он тоже старый, но не настолько старый. Но одноэтажный. И там, короче, только одна комната, где можно спать. И, короче говоря, я ночью у Карины, у ее родителей дома, чтобы не топить еще один дом ради меня одной. Вот. Поэтому сегодня я буду спать в этих шикарных условиях. Мого ремонта. И Визочка тоже. Короче, этим кадром я хочу сказать вам спокойной ночи. Спасибо. До свидания. Подпишись, лайк и поставь. Всем спасибо большое за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Ну, мы с кайфом провели время на даче. Иди под одеяло быстро. Мокрая жопа. Иди под одеяло, кому говорю, быстро. Ну, пока.